ПЕСНЯ Уважаемые товарищи, здравствуйте! Сегодня 19 марта 2022 года, очередное заседание Фонда рабочей академии и Федерации профсоюзов России, семинар по рабочему движению, Российский комитет рабочих. Мы рады всех вас присутствовать на Нижегородской земле, как вы видите, хорошая весенняя погода нас встречает, что дает нам право плодотворно поработать, выработать те рекомендации, которые, и принять те рекомендации, которые, которыми представители коллективов, которые здесь находятся, будут пользоваться в дальнейшем в своей работе, в активной, профсоюзной. Очень приятно видеть новые лица. Это говорит о том, что люди озабочены теми условиями труда, которые у них являются на рабочих местах. Люди готовы что-то менять. Ну, и этому служит, конечно же, наш семинар, Российский комитет рабочих. Всем спасибо, мы всех вас приветствуем. Значит, еще раз ознакомлю вас с принятой уже заблаговременной повесткой. У нас сегодня на рассмотрении три вопроса. Это борьба за продвижение прогрессивного проекта коллективного договора. Докладчик, товарищ Головаш Антон Геннадьевич. Второй вопрос. Это борьба за продвижение реального содержания, за повышение, извиняюсь, реального содержания заработной платы. Сергей Александрович Горбушкин, докладчик. Третий вопрос. Об организации деятельности рабочего профсоюза. Докладчик Коин Павел. Значит, уважаемые товарищи, предлагается проголосовать за повестку и предложенный регламент. По регламенту предлагается, значит, докладчикам до 15 минут, выступления в прениях до 7 минут. Кто за предложенную повестку и представленный регламент, прошу голосовать. Кто за, кто против, воздержавшийся, принятый единогласно. Значит, тем самым мы открываем заседание Российского комитета рабочих. Слово предоставляется товарищу Головаш Антону Геннадьевичу. У меня доклад. Головаш Антон Геннадьевич. Доклад. Борьба за продвижение прогрессивного коллективного договора. Так. Прогрессивный коллективный договор является наиболее эффективным средством борьбы рабочих и служащих предприятия, заводов, фабрик. За планомерное улучшение условий труда. Сформулированная в коллективных договоре система требований к работодателю позволяет коллективу предприятия всесторонне осознать свои интересы, необходимость борьбы за эти интересы. Несмотря на их противоположность, сиюминутным интересам работодателя, это по максимальному извлечению прибыли при минимальных затратах в перспективы, выполнение требований прогрессивного коллективного договора приведет к постоянному росту производительности труда на предприятии и к увеличению прибыли капиталиста. С одновременным повышением уровня заработной платы рабочих вплоть до стоимости рабочей силы и выше. Выполнение капиталистом условий прогрессивного коллективного договора ведет к неразумному повышению зарплаты и не к улучшению отдельных условий труда, а к постоянному росту благосостояния, оздоровления труда в целом, сокращению длительности рабочего дня, а также дает гарантированную возможность любому работнику обеспечить нормальное существование себе и своей семье, включая воспитание и обучение троих детей. В этом и заключается прогрессивность по сравнению с действующими нормами трудового законодательства. В конечном счете массовое заключение прогрессивных коллективных договоров приведет к росту материального благосостояния работников всех предприятий страны, к повышению уровня их образования и к повышению уровня нравственности, к увеличению продолжительности жизни, численности населения и к росту экономики государства в целом. В условиях военного экономического давления Запада на Россию, ставящего под угрозу ее существования, борьба за продвижение прогрессивного коллективного договора становится актуальной, как никогда раньше. Борьба за продвижение прогрессивного коллективного договора начинается с инициативы конкретного рабочего. Осознав необходимость коллективной борьбы, рабочий должен привлечь к этой борьбе и своих товарищей. Для этого нужно создать основу проекта коллективного договора, содержащую все основные положения, обеспечивающие возможность планомерного улучшения условий труда всех работников на предприятии. После чего необходимо аккуратно, не привлекая к себе внимания, найти единомышленников среди прогрессивных рабочих. Почему не привлекать внимание? Это имеется в виду внимание работодателя. Потому что это может на корню задушить все движение по продвижению коллективного договора. Допустим, переманиванием работников на свою сторону работодателям. Следует также объяснить товарищам, что прогрессивный коллективный договор никогда не будет принят капиталистам в добровольном порядке. Его можно только принудить к этому. Силой принуждения является забастовка или угроза забастовки. В Трудовом кодексе Российской Федерации прописаны все процедуры разрешения трудовых коллективных споров вплоть до забастовки. Мои личные наблюдения показывают, что 90% рабочих не в курсе, что такое коллективный договор вообще. При донесении информации сталкивался с непониманием, недоверием. Рабочие не верят в то, что борьба за права рабочих эффективна. Только грамотный, последовательный подход может дать положительные результаты. Необходимо донести до рабочих целесообразность борьбы за свои интересы, последовательно доводить до их сведений по пунктам, какие права нарушаются систематически, в каких областях трудовой деятельности можно улучшить условия труда. Необходимо понимать, что в целом составлением проекта прогрессивного коллективного договора всем коллективам заниматься оперативно невозможно. Поэтому основу договора придется составлять самому или в небольшой группе единомышленников. Ну, если такие на данный момент имеются. Сформировав таким образом инициативную группу на основе проекта прогрессивного коллективного договора, следует создать рабочую секцию на основе действующего предприятия профсоюза или создать свой рабочий профсоюз, который приступит к доработке проекта коллективного договора и к привлечению в профсоюз новых рабочих. Вовлеченность всех членов рабочего профсоюза в процесс улучшения проекта прогрессивного коллективного договора, а также организация постоянного их обучения методом борьбы за свои интересы, это путь к формированию сплоченного организованного коллектива, способного вести последовательную непримиримую борьбу с капиталистом за продвижение прогрессивного коллективного договора. Без такого коллектива успешная борьба за интересы рабочих невозможна. После обсуждения проекта прогрессивного коллективного договора, инициативной группы и внесения в него предложений и правок, из него делается выжимка, содержащая основные прогрессивные положения будущего коллективного договора. Эта выжимка распространяется уже среди всего коллектива предприятия для того, чтобы привлечь внимание как можно большего количества рабочих. Тем самым им не придется изучать правовые и юридические акты полностью, что зачастую скучно и подрывает интерес к действию. А у рабочих будет возможность изучить суть содержания проекта коллективного договора в доступной форме. Такой подход дает возможность и всей массы рабочих предприятий найти наиболее прогрессивных, активных и способных. Эти рабочие изучат проект коллективного договора полностью уже и будут вести пропаганду непосредственно в своих цехах и подразделениях и получать обратную связь от рабочих всех предприятий. После распространения выжимки и ознакомления с ней коллектива предприятия проводится собрание, на котором должны присутствовать более половины рабочих предприятий. Но это чаще всего очень трудно осуществить, потому что у всех свои дела, масса причин, которые этому препятствуют. Поэтому лучше всего собрать подписи в поддержку продвижения коллективного договора, в поддержку проекта коллективного договора. После сбора подписи формируется требование к работодателю принять коллективный договор. Делает это представительный орган работников по продвижению коллективного договора. Надежнее всего высылать требования работодателю заказным письмом, с описью документов. То есть, в письме должно как раз содержаться требование, сам проект коллективного договора, и документы о том, что более половины работников заинтересованных подписались под этим проектом. И вот эта отпись и уведомление о вручении этого письма как раз от заверенной почты России принимается всеми официальными органами Российской Федерации. Работодатель по закону обязан ответить на требования работников в срок, определенный законами Российской Федерации. Ну, работодатель может, конечно, удовлетворить требования сразу, но чаще всего этого не происходит. Поэтому мы это рассматривать не будем. А, скорее всего, не удовлетворить требования. И вот этот отказ работодателей является причиной начала коллективно-трудовых споров. Первый этап, который необходимо пройти сторонам конфликта, является примирительные процедуры. Во время этих процедур представительному органу работников по продвижению коллективного договора необходимо совместно с коллективом инициировать различные мероприятия, которые позволят сплотить коллектив и которые позволят отработать взаимодействие внутри коллектива. Ну, допустим, один из способов – это проведение предварительной забастовки. Ну, если честно, я процедуру этой предварительной забастовки еще не уразумел для себя, но работаю над этим. А примирительные процедуры проходят в три этапа, которые я тоже еще не изучил, но в процессе. Но вот эти процедуры примирительные, их надо провести таким образом, ну, чтобы работодатель или принял наши условия ну, на основе, допустим, вот этой предварительной забастовки, когда он увидит как раз сплоченность коллектива и серьезность намерений или переходить уже непосредственно к самой забастовке. Ну, решение о проведении забастовки принимается собранием, на котором должны присутствовать тоже более половины работников. На этом собрании формируется забастовочный комитет и принимается решение о форме забастовки. Ну, и вот рекомендуется форма забастовки бессрочная и частичная забастовка. Бессрочная это будет проводиться, ну, должна, по сути, проводиться, до принятия работодателем требований работников. А частично это значит, ну, рабочий процесс не прекращается, а забастовка длится, допустим, один час, ну, в день. Именно в рабочее время. Если какие-то процедуры меняются, допустим, решение принято работниками о продлении забастовки не часа, а два, допустим, то забастовочный комитет должен уведомить работодателя об этом за три дня. До начала этих процедур. Ну, на данный момент у меня все. Спасибо. Уважаемые товарищи, предлагается в прениях выступать по этому вопросу. Понимая тот момент, что на сегодняшний день многие из наших товарищей-активистов, которые ведут работу по продвижению проекта коллективных договоров, наверняка сегодня не дошли еще до процедуры коллективно-трудового спора. Но, так или иначе, если работа где-либо на предприятиях ведется, просим, значит, выйти, высказаться по этому моменту. Может быть, какие-то еще основные детали были, как бы, ну, не то, что забыты, не совсем ярко звучали в докладе. Если кто-то для себя что-то выяснил, прошу выступать. Мы сейчас говорим в большей степени действительно о самом зачтении, самом заделе. Так вот, отступая к самому началу, я для себя сделал такой вот, что на самом деле написать проектного договора не так уж сложно, но трудно и начать. В итоге, в плане агитации, мы используем выжимку, который является по сути тезисом вот этого полдоговора. Так вот, дело в том, что составить тезисы гораздо проще, чем весь документ в селом, поэтому я предлагаю написать именно в тезисах. Так уже будет проще выбрать направление полдоговора, и развить этот тезис, это ключевые пункты. Что касается уже непосредственно агитации и самого построения вот этой работы по его продвижению в коллективе, да, необходимо доводить саму идею, ради чего все. Необходимо разъяснять пункты, как это все проводится. Но дело в том, что смотрите, когда начинаешь с темом разговаривать, во что мы упираемся, да, никто не подпишет. То есть мы еще даже о никакой борьбе не говорим, но уже, да, никто не подпишет, а если кто подпишет, тот не будет бороться, а кто скажет, что будет бороться, потом передумает и так далее. То есть я к чему говорю, если мы начинаем говорить, что в итоге мы остановим производство, которое нам работают, говоришь, что восстанавливать нельзя, это запрещено законом якобы, и все в это верят, мы тем самым лишний раз в пуге у людей. В самом начале, как бы, ну, не надо маленького ребенка пугать большими дядями. Для начала давайте все-таки объяснять, что вот на данный момент мы сомневаемся, что сможем подписать, и тому есть объективные причины, да, почему мы сомневаемся. Ну, договариваться этой работы на чем? Потому что без этой подписи, без этой бумажки, которая практически является таким документом, который обязывает работодателя эти переговоры начать. Внимание, сконцентрируем для начала на этом. Как это делаем? Ну, допустим, одна из моих ошибок, почему я сидел перед камерой не прыгаю, потому что я взял бумажку. Кто у вас, это, бойки не боится начальника, в смысле, кто меня не боится, ну, грубо говоря, то есть бумажки перед начальником бегаю, да, в других корпусах. Нет, конечно, надо все-таки разговаривать с теми, кому ты можешь доверять, кто тебя не сольет. Самое главное, надеяться, что он за тебя в тенях, конечно, не стоит, но главное, чтобы ты оставался в тени. А уже дальше продвигать эту идею, можно, грубо говоря, пока вот общаешься с наиболее близкими, среди них найдется, я уверен, найдется больше внутри, находились такие, которые в это втягивающие, готовы помогать собрать подписи, вот это ты надо использовать, ресурс, то есть смысл в том, чтобы действовать, не привлекая внимания, вот именно в этом раскрывается. При этом надо понимать, что, конечно, шило в мешке не утаишь. Второй аспект здесь то, что пока мы нагло на себе теняшки не рьем, работодатели не с руки на нас кидаться. В этом плане, как бы, тоже мы себя безопасно от лишнего внимания. И вопрос, по поводу, вот про союза получился. Если, наверняка, позже об этом сказать. Там еще было. смотрите, еще вопрос по поводу желтого профсоюза. Хотелось сразу бы вставить, но чуть позже, ну ладно, сейчас скажу. Одно дело, когда мы ведем эту работу, вопрос так как от себя, а другое дело, когда мы от работы ведем как член профсоюза, то есть вроде бы как мы обязаны эту работу делать, как это является проследними работниками, членами профсоюза. Но на практике это вываливается во что? В то, что я начинаю собирать подписи, профсоюз начинает говорить, то он там поднимает какую-то бочку, сейчас из-за него одни проблемы будут, и всем нам хуже станет. И один момент, а второй момент, допустим, вот я условно говоря собрал там тысячу подписей, мне надо осталось там 300 человек, 500 еще подписать. Быстренько профсоюз проводит конференцию, на которой принимают решение, что в общем, да, переговоры проводим, делегаты вот это вот, а ты не при делах. И я с этой бумажкой, тысячу человек, куда теперь деваться? Они провели переговоры, а у меня в повестке это было как раз скидать переговоров. Все, я надо выбросить, грубо говоря, потому что ты ее никогда теперь не применишь. Теперь надо проводить по новой конференции, то есть собрание по новому пункту по внесению изменений, если ну реально начинать. То есть этот вопрос я хотел озвучить, обозначить, что к обсуждению его как-то решить. То есть в начале я бы на это хотел обратить внимание. Спасибо. Лазарь Вячеслав Михайлович, электрик жилоконтор ГУПН-прессервис Ленинград. Вот по поводу момента, что начинать надо с выжимки. Я бы здесь возразил, потому что все-таки коллективный договор, это такой серьезный юридический документ, локальный нормативный ад, и он должен быть составлен грамотно, а самое главное, человек, который его составил, и который потом будет привлекать на свою сторону товарищей, он должен разбираться в нем, то есть понимать вообще, для чего там все вот эти пункты находятся, и почему они так именно сформулированы. Вот у нас есть действующий коллективный договор докеров, он принят уже, он дает свой эффект, он работает. Я думаю, что надо начать с изучения этого коллективного договора, именно вот, чтобы человек, а потом его товарищи ближайшие, единомышленники, которые могли объяснить именно всем остальным, что это вообще такое, что там написано, почему так написано. Потому что, если они этого не могут, то мало того, что это не особо выдает доверие у людей, во-вторых, потом уже на переговорах и с работодателем легко будет их запутать и увести в сторону, то есть в этом надо разбираться. А потом уже, когда это все будет усвоено и написан проект, уже делать выжимку из него, как, ну, сначала нужно то есть чего выжимать, все-таки создать. Ну, вот, на мой взгляд, такой подход нужен. Ну, и хотел добавить еще, что есть еще вариант сбора подписи по частям, собирать части коллектива, там, смены или отдельный цехарь, писать протоколы, там, секретарию, а председатель, да, и потом общий протокол написать и вложить в него маленькие эти протоколы. Как вариант, можно? То есть, можно и так собрание проводить по частям? Ну, у меня все. Спасибо. Я по поводу свой проект сделал, я прочитал договор докера и на каком-то этаж я заметил, что половину из того, что я пытался добавить, там нету. а когда у меня уже есть мои тезисы и уже с этими тезисами я смотрю в проект докера, я вижу, что как мои тезисы там раскрыты, я их уже использую. А того, что не хватает, просто добавляю. Поэтому с выжимки от простого начать. Вы можете начать сами, но все-таки как выжимка, это уже то, что распространяется, поэтому я и говорю, вот эта выжимка должна быть уже в конце написана, с которой пойдешь к коллективу. А если вам удобнее тезисы написать, ну да, просто вы сказали выжимка, она потом будет исправляться все равно. Может быть, вы осознаете, что вы что-то не так поняли в процессе изучения вот этого коллективного договора докеров, трудового законодательства, написания своего. Поэтому ее все-таки уже в конце надо писать. Ну а тезисы, конечно, это как кому удобнее работать. Вот хотел добавить еще по поводу сплочения коллектива по борьбе за свои права. у меня были несколько конфликтных ситуаций с работодателем. А у нас получается коллектив разбросан по нескольким предприятиям. Ну то есть, можно сказать, по нескольким подразделениям. И вот эти конфликтные ситуации целесообразно использовать в целях сплочения как раз и на введение связи между работниками. Вот мы дошли до того, что сейчас создали допустим, группу в WhatsApp, где мы друг друга как бы лично еще даже не видели, ну больше половины работников. Но уже вот такие там как флешмоб, можно сказать, проиводим. Допустим, если задержка зарплаты на несколько дней происходит, начинают ну просто вопрос писать, знак вопроса. и начинается грубо говоря массовая массовая отсыл этого знака вопроса. Ну уже работодатель знает, что люди начали возмущаться. Но это действительно очень сильно сплачивает, ну вот такие вот мероприятия. И вот были еще такие мероприятия, что люди массово собирались не выходить на работу после того, как зарплату не выплатили. Мне лично приходилось людей от этого наоборот удерживать. Ну потому что они по незнанию своему вот этих вот всех процедур начинают глупостями заниматься. Ну соответственно как бы если ты хочешь какие-то вещи продвигать в коллективе, ты должен участвовать в каждом конфликт, в каждой конфликтной ситуации, но так же не привлекая внимания. Ну как бы объяснил, а сам в сторонке остаешься, а работодатель думает, что это допустим от кого-то от другого. Ну и ты в тени немножко оставаться должен, если ты инициативу какую-то проявляешь. Ну пока все. Товарищи есть угрозчик? Я бы еще вопрос бы поставил так, представители коллективов, которые делегированы значит на Российский Комитет Рабочих, наверняка на ваших предприятиях уже есть действующие коллективные договоры. Вот если вы обращали внимание, то есть какие нормы вы можете к примеру назвать прогрессивными, не обязательно те, которые мы озвучиваем и ставим во главе угла, а те нормы, которые дают может быть по сравнению с законодательством какие-то малейшие улучшения, ведь надо понимать, что действительно та норма, которая улучшает условия труда и которая не прописана законодательством, она уже по факту улучшает условия. Эти нормы могут же быть различными, поэтому на мой взгляд, кто обращал внимание, кто работал с документом, пусть он уже был принят до того, как вы попали на это предприятие, или работает работодатель, был вынужден при каких-то обстоятельствах заключать коллективный договор, пусть то было с карманным профсоюзом или нет, я думаю, это надо все-таки освещать. От себя хотелось бы добавить, уже сказан, как бы подытожить, сказан основной момент, что действительно без коллективных действий на успех рассчитывать не стоит. То есть, первое, значит, это основа создания проекта, это основа, на чем будут формироваться или подготавливаться эти коллективные действия, да, ну, а второе, конечно, это работа внутри коллектива. Ведь надо понимать, что когда каждый осознает необходимость этой борьбы, только тогда ждет успех. Когда это будет разрозненно или это будет под ударом будет находиться только лишь один актив, здесь дело понятное, что мало ли, что получится из этого. вчера мы буквально с товарищем Клуарно уже разговаривали, когда люди действительно не понимают того, а какая помощь нужна, к примеру, кто-то заявился уже, да, то есть, в моменте коллективно-трудового спора, то есть, люди уже все на виду, там, есть профсоюзная организация, есть проект коллективного договора, есть маломальски какие-то коллективные действия. Но надо объяснять, что действительно только плечо твое, не обязательно там какие-то рвать на себе что-то, а иногда плечо товарища, которые, и тем более множеству товарищей, когда видна реальная поддержка, она оказывает реальную помощь в работе, когда ты чувствуешь за собой спину коллектива, когда ты знаешь, что за тобой стоят люди, когда ты на переговорах, грубо говоря, представляешь интересы работников, а тебя поддерживают работники и говорят, пока, к примеру, переговоры не закончатся, мы не уйдем с рабочего места, то есть задержаться то можно же, правильно, показать, по крайней мере, сплоченность свою, чтобы работодатель видел, то есть, когда идет момент коллективных переговоров или готовятся какие-то иные коллективные действия, не надо разрывать вот этот актив от целого коллектива, то есть, надо показать работодателю, что коллектив готов на многое, потому что, ну, нам кажется одно, а руководство, оно же смотрит, видит, как кто относится, потому что у них есть уши в каждом цехе, это представители администрации в каждом цехе, правильно, они присутствуют, то есть, они видят настроение цеха, причем установка работодателя порой имеет такое значение, чтобы, если где-то искры появились, пошел дымок, чтобы эти искры притушить, постараться, да, а лучше бы вообще все это ликвидировать, то есть, здесь надо понимать четко, четко организованность, когда мы будем организованы, когда мы будем сплочены, тогда будет успех, но чтобы к этому подойти, это тоже ведь очень большая работа, должен, у актива должен быть, в числе актива должны быть авторитетные люди, как правило, это высококвалифицированные работники, которые пользуются авторитетом не то, что вот пришли там где-то красиво сказали, но и в работе, которых люди уважают, которые знают, что без этих людей там какая-то работа может быть невыполнима, да, потому что, ну, что там скажут, если работник неквалифицированный, сейчас он поговорит, мы на него надавим, он уйдет там куда-то, потеряется и все, а когда человек авторитетный и в труде, я имею в виду, и в защите своих прав, здесь уже будет сложнее, ну и как показывает практика, на сегодняшний момент надо гнать от себя вот эту все-таки боязнь, потому что вот разговариваешь с людьми, боязнь, она присутствует, присутствует в чем? Есть, конечно, места, где средняя заработная плата соответствует, к примеру, средней по стране, да, там, грубо говоря, условия приемлемые, и люди держатся за свое рабочее место, потому что, если ты потеряешь, к примеру, эту работу, соответственно, потом найти такие условия и такую заработную плату будет тяжело, тяжело, поэтому в таких коллективах, наверное, сложнее всего убедить людей, побудить ее на какую-то борьбу ввиду того, что, ну, вроде бы и так все благополучно, да, те предприятия, где остается желать лучшего, скорее всего, там и менее многочисленные коллективы, то есть, это предприятие там от 50, там, грубо говоря, до 150 человек, как правило, вот показывает практика, они действительно разбросаны, если это, допустим, какая-то строительная компания, у них несколько застроек, то есть, люди разбросаны территориально, если это транспортная компания, то же самое, вот, ну, здесь, понимаете, основной акцент все-таки должен идти, пусть это не получается, к примеру, у рабочего определенного какого-то предприятия, но есть в городе предприятия гораздо масштабнее, тогда надо выходить уже на такой уровень, что, ну, не получается здесь, может быть, где-то это в другом месте получится, а потом успехи там того предприятия, как бы, повлекут развитию событий на вашем предприятии, я, к примеру, говорю, если это предприятие действительно численно мало, но, а без подготовки мы очередной раз все-таки просим, товарищи, когда вы сами в ситуации не разобрались, когда вы не готовы, то есть, давайте идти поэтапно, тем более, как вот уже выше звучало, все эти процедуры предусмотрены именно трудовым законодательством, то есть, настаивайте на том, чтобы ваши коллеги брали в руки трудовое законодательство, я не говорю, чтобы они учили его, но, по крайней мере, они, чтобы были с ним знакомы, чтобы при диалоге с коллегами, при диалоге с руководством, они не выглядели глупо, чтобы при вопросе, чего вы хотите, они нормально, достойно могли ответить на свой вопрос, то есть, чтобы они за свои требования бились, как за свои, тогда, скорее всего, я убежден, ждет успех. Ну, у кого какой опыт, пожалуйста, выступайте, товарищи. Всем добрый день, Максим Гордевнин, Самара, слесарь по ремонту уже нет, уже слесарь механсборочных работ, РКЦ Прогресс, вот, у меня есть, что добавить по выступлению докладчика, и есть опыт поделиться, с тем, какие у нас вот на предприятии были условия, какие сейчас есть на РКЦ. Первое, что хочу сказать, ребята, чем больше людей вы затронете со своей выжимкой, стопроцентно вас администрации сольют. Кому вы можете доверять? Ну, трем-пяти людям, да, на предприятии. Поговорили вы с пятью десятками, что подолго, про вас уже администрация будет знать. поэтому пути защиты продумывать нужно заранее. Это могут быть разные методы. администрация. В случае, что, например, вы можете сказать, если это большое предприятие, администрация очень долго может на вас просто не обращать внимания, потому что, если там на предприятии 12 тысяч, а вы поговорили с пятью десятками, кого это вообще волнует? До того, как вы выйдете на реальную возможность коллективных действий, вам еще годы работы. То есть, это ни о чем. Если администрация может действительно сразу относиться к вам с опаской, тогда нужно заранее продумывать, как вы будете разговаривать с администрацией, на что опираться, чтобы избежать давления и противодействия. Когда вы разговариваете с людьми, у меня проблем с тем, чтобы взять подписи, не было вообще никаких. Я очень быстро понял проблемы, то есть, чего опасаются люди, у которых вы берете подписи. И сразу в процессе разговора я начинал с того, что я упреждал все опасения человека, с кем разговаривал. То есть, довольно быстро, когда я набрал уже пару десятков подписей, я уже подходил, говорил, вот мы с ребятами собираемся делать вот это, вот это. Набралось уже несколько десятков человек, пару десятков, три, четыре десятка. Человек уже расслабляется. Он уже понимает, что он не единственный, не первый, не острие копья. Второе, о чем я говорил, что никаких глупостей мы делать не собираемся. Мы не кидаемся с шашками на танки. Мы не выходим, вот у нас пять человек, и мы сейчас пошли в бой на администрацию. Ничего подобного. О том, что мы знаем, какие ошибки совершают другие профсоюзы, другие активисты, мы этих ошибок не совершаем. И самое главное, что все активные действия предпринимаются только по решению коллектива. То есть, вот вы людей собираете, и вот эти люди, не вы им говорите, что мы будем делать. Вы только предлагаете, а решение о коллективных действиях принимает этот коллектив. Вот это людей больше всего успокаивает. Они понимают, что если коллектив не решит предпринимать какие-то коллективные действия, никто ничего делать не будет. И вы сразу говорите, что, ребята, коллективные действия имеют смысл начинать только после того, как больше половины коллектива за это проголосует. То есть, больше половины коллектива решит предпринимать какие-то действия. И вы знаете, если люди видят, вот они пришли, что их там даже в цеху, если большинство в цеху, не на предприятии, а в цеху начинают, то есть поднимают руки и говорят о том, что да, мы что-то там собираемся делать, они видят свою силу реально. И тут уже срабатывает, что не то, что какие-то единицы вышли что-то делать, а большинство ничего не делает. И я с большинством. А наоборот, большинство что-то делает, а я с какими-то, значит, стрейкбрехерами, а потом это большинство, сейчас как оно ко мне будет относиться, потом, а ведь среди тех, кто проголосовал и начал что-то делать, они потом действительно начинают ну как минимум подкалывать тех, кто откололся, да, то есть начинают говорить, а ты что, ты типа руку поднял, а ты что не мужик, ты что, от своего слова отказался. То есть, это вот здесь именно коллективная работа, она очень важна. Так, вот здесь все я, что хотел вот по докладу сказать, поделиться о том, какие вот нормы были у нас на ТТУ. Во-первых, коллективный договор был засекречен, его взять было невозможно. То есть, как только человек приходит с вопросом дайте мне коллективный договор, ему сразу, о, да, сейчас мы тебя запрессуем. И это было реально, то есть, у нас одного товарища так вот все-таки вынудили уйти, то есть, его вывели из состава бригады, понизили ему зарплату, и, ну, три месяца посидел на более низкой зарплате, жить не на что, он вынужден был уволиться. Вот. То есть, здесь противодействовать было очень тяжело, глупости совершать не надо. Сейчас я работаю на РКЦ прогресс. Первое, что я увидел, проходя через проходную, это огромный стенд, стенд, то есть, на улице стоит, с напечатанным коллективным договором. во всех цехах, на всех досках информации, коллективный договор напечатан, он короткий, то есть, он занимает напечатанный крупным шрифтом А нулевой лист. Там, когда я почитал, это, вот, знаете, впечатление, ну, конечно, в кавычках, социализма на отдельном предприятии. То есть, там, оплата санаториев до 95%, оплата лагерей детям до 95%, санатории вредникам бесплатно вообще. Там, на территории предприятия работает, ну, как это, по-старому, поликлиника, она была поликлиникой, сейчас она называется Центр Здравоохранения, профилактики, там, поддержки здоровья. Зубной кабинет бесплатно, там, все мероприятия вам прописывают, там, уколы и так далее, там, все бесплатно. Вот, то есть, это на предприятии. Причем, зарплату держат выше средней по региону. И в таких условиях, да, то есть, все люди, они за это предприятие держат руками, ногами, они там, то есть, поднять людей на борьбу против администрации, это, нереально. Но, всех цепляет момент того, что в государстве постоянная инфляция. И, даже при такой зарплате накопить на первоначальный взнос, например, на ипотеку, ребята не успевают. То есть, он копит, 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 он полтора миллиона набрал, ха-ха-ха, цены на жилье выросли выше, и первоначальный взнос выше, и он как в вечной гонке. И вот этот момент, да, людей можно дергать, можно, скажем, затрагивать их такие вот важные для них вопросы. Поэтому вы можете на своих предприятиях рассказывать, что, да, коллективные договора есть очень хорошие. То есть, там, о чем я не сказал, что повышение, ежегодное повышение зарплаты. То есть, там прописано. Единственное, что оно прописано не выше уровня инфляции. Вот тут как бы есть над чем поработать. Вот. В принципе, вот то, что хотел сказать. Спасибо. Так, все. Понял. Гиль Павел Ильич, следственный ремонтник Самарской ГРЭС. Ну, я уже неоднократно езжу на РКР, рассказываю о том, как предвигается у нас проект коллективного прогрессивного договора. Он в стадии написания, за что меня пинают и правильно пинают. Но тут какие сложности встают. Я начал выяснять, значит, в принципе, по поводу коллективного договора сегодня предприятия и выяснил некоторые моменты. Это те сложности, с которыми, в принципе, тоже можно столкнуться. То есть, у нас коллективный договор он слабоватый нашей организации. Но один важный момент, который я обратил внимание, что он не конкретно той станции, на которой я работаю. Он является как бы коллективным договором для ряда станций, которые объединены в одну. Это разные территории, они разбросаны по городу. Для того, чтобы набрать 50% плюс 1, это нужно мне бывать на всех четырех подстанциях и там агитировать людей, то есть, не только на свои подстанции. Еще важный момент по этому вопросу, то есть, даже если вы наберете, то есть, вы должны понимать, допустим, моя станция, Сан-Москогресс, я наберу, например, 100%. и мы будем работать по правилам, то есть, альянско-забастовку. Буржуазия, она не глупая и она это предусмотрела тем, что она, в принципе, это еще советский проект был, но она его довела до конца. Она закольцевала станции. То есть, если вы пытаетесь приостановить работу на одной станции, допустим, делаете это тем, что к вам не придраться, работаете по правилам, то есть другие станции, которые увеличивают мощность и, соответственно, продавливают тепло, теплоснабжение по другим участкам. Ваша станция вроде как не работает вдруг, не дай бог, но как бы работодателю сильно особо с этого-то и каких-то серьезных последствий может не быть. То есть, вам нужно продумывать каждый шаг. Вот важный посыл этой работы. Это по поводу того, что как вот Клетин договор продвигать. По поводу написания Клетин договора. Тут все-таки очень важный момент, который стоит сказать. У нас был товарищ, который сюда приезжал и постоянно спрашивал. Я как бы хочу продолжить замечательную традицию. А, грубо, открывали ли вы Трудовой кодекс? Изучали ли вы Трудовой кодекс? И его нужно изучать, его нужно знать, потому что все тяготы, да, организации написания Клетин договора, продвижения Клетин договора, спроса с вас всего, это будет с вас. То есть, с вас как активистов или с вас как профсоюза, то есть, оно, да, как коллективы. То есть, ваши товарищи, которые с вами, то есть, тоже поймите такую вещь, что, как бы, вы как страна, которая строит социализм в отдельно взятой стране. Вам нужен крепкий тыл для этого. То есть, вам нужны товарищи, которые не просто, да, Паш, там, мы тебя поддержим, да, ну, ты пиши, а мы тебя поддержим. То вот так вот дело не пойдет. То есть, эти люди должны тоже знать эти нормы, разбираться в них и, как бы, понимать, что, допустим, да, активиста прикрыли, как-то его отвели, вывели из бригады, или пытаются уволить, то есть, он начнет там заниматься судебными вопросами, разбирайтесь. А работа должна продолжаться, она не должна стоять на месте. Вот это очень тоже важный момент, который нужно учесть. Спасибо. Кузнецов, Кировский завод, Киров Энергомаш, Токарь. Ну, во-первых, хочу поблагодарить докладчика, доклад был очень хороший, по существу, видно, что человек разбирается в том, о чем он говорит. Вот. Далее. Конечно, когда начнется вот это вот, вот эти попытки собирать людей для того, чтобы написать коллективный договор, конечно, это надо делать, так сказать, ну, если не тайно, то скрытно. И опираться надо, надо прежде всего в коллективе искать людей, ну, наиболее таких вот активных, развитых и, так сказать, с левой ориентацией. И наверняка такие люди есть в любом коллективе. Но делать это надо очень осторожно. Сначала привлечь их, если удастся вот это вот ядро создать, хотя бы три человека в коллективе на участке, на котором работает там человек 20-30. Вот тогда уже можно начать работать. Тогда уже можно подходить к другим и агитировать их. Конечно, это все не удастся в секрете от администрации держать. Конечно, всегда найдутся доброходы, которые им все доложат. Но, тем не менее, работу эту надо делать. Это, знаете, вот как кристалл, он образуется, всегда какой-то центр образуется, образуется центр, а вокруг него кристалл образуется. Вот то же самое. Образуется вот эта группа на участке, допустим, на токарном участке, вот где я работаю. И можно уже, так сказать, люди уже постепенно, постепенно начнут, уже можно искать единомышленников, и люди постепенно начнут верить. Вот. Далее, что еще хочу сказать? Я, ну, вопрос о коллективном договоре я не первый раз здесь, вопрос о коллективном договоре здесь поднимается уже не первый раз. Я, ну, мне как-то так вот получилось, что я видел разные коллективные договоры, были коллективные договоры очень хорошие. Очень хорошие, но вся штука ведь в том, что можно написать очень хороший договор, да, можно написать, так сказать, и принять его. Но вся штука в том, что, что такое вообще коллективный договор? Вот кто-то очень хорошо сказал, коллективный договор это конституция предприятия. А вот мы, смотрите, мы имеем вот нашу российскую конституцию, она ли хорошая? Хорошая. А все ли статьи, всегда ли она выполняется? В том-то и дело, что не всегда. Вот то же самое будет и с этим коллективным договором. Не все статьи, которые нравятся администрации, они будут выполняться под тем или иным предлогом. Вот это уже зависит уже от коллектива. Если коллектив дружный, он заставит администрацию выполнять то, что от него требуется, то, что они подписали. Ведь подписывают и представители рабочих, и представители администрации. Это коллективный договор. Вот. Ну, что еще я хочу сказать? Да, тут еще вот выступали товарищ Калевит, очень хорошее, у него хорошее тоже выступление было. Но у меня все-таки насторожил такой момент. Он предлагает опираться на высококвалифицированных рабочих, которые хорошо работают, на рабочую элиту. Когда вот, так сказать, советуют, чтобы получить от них советы и так далее. Вся штука в том, что рабочая элита она все время держала сторону или администрации, или хозяина. понимаете, поэтому да, они хорошо работают. Я знаю этих людей, они очень хорошо работают, их уважают, уважают по праву, но они никогда, они всегда будут держать сторону хозяина. Поэтому нужно вот держаться вот этих вот активистов, которые начнут вот эту вот общественную работу, начнут работу по созданию коллективного договора. Вот. Да, и еще. Вот тут насчет забастовок, так сказать, прошлись. О том, что вот у нас в хорошем, да, я уверен, что большинство не имеет трудовых гзотов, да, я уже знаю, что большинство гзотов не читало, даже здесь присутствующих, и здесь присутствующих. Там очень хорошо написано в этом гзоте вот порядок, там порядок, как проводить забастовки. Но если внимательно вчитаться в этот гзот, то понимаешь, что практически, практически, ведь провести забастовку невозможно. Писалась она буржуазными юристами эти статьи. Ну, а кто, естественно, за определенные деньги, а кто платит, тот и музыку заказывает. Вот, ну, вот как вот делали, я знаю, что вот в свое время одна из первых забастовок была МПРА на форте. Они делали так называемые незаконные забастовки. Незаконные забастовки, вот мы, значит, это самое... Вот я предлагаю к опыту МПРА обратиться. Можно излечить, конечно. Да, можно, ну, я вас не утомил? Нет. Спасибо. Федерин Андрей тоже к королю. Ну, небольшие ошибки экзот. Так, сейчас трудовой кодекс. Трудовой кодекс. Потом якобы о трудовой элите разговор шел. Нет никакой трудовой элите, речь шла о том, чтобы люди просто работали хорошо и почитывали то, что нужно почитывать для того, чтобы иметь возможность вести борьбу. Вот. потом по поводу конституции, да, это конституция, трудовой договор, ой, коллективный договор это конституция, действительно. А по поводу выполняется она или не выполняется, это зависит от коллектива, от коллективных действий, вот и все. Просто коллектив должен быть готов к каким-то серьезным действиям коллективным, хотя бы к угрозе забастовки. Вот. Это просто надо сразу знать и все. А конституция так государственная, ну, что о ней говорить, когда можно требовать ее исполнения на производстве, на производстве вот и надо быть готовым. Потом хотел сказать, что вообще на любые вот эти вот разговоры в коллективе с людьми не могут быть пока нет коллективного договор и вот выжим из него. Это просто как предмет договора. Нет его, нет предмера договора, можно говорить о профсоюзе, о чем-то хорошем, что там вот чего-то добиваться. Каждый будет говорить о своем, кому-то там ружье подавали, кому-то еще что. Но вот трудовой договор пока не составится и выжимка просто хотя бы по своим товарищам не будет распространяться. нет предмета договора. Вот такие ремарки просто я хотел сделать. Спасибо. Горбушкин Сергей, электромонтер, город Электросталь. Ну, я по опыту работы что могу ответить по этому вопросу, что многие вообще не знают, что такое коллективный договор. Вот. И им надо прям с нуля объяснять, что это такое. они думают это трудовой договор или что это? Нет, это коллективный договор. Кто-то слышал слово, но тоже вообще не представляет, что это такое. Естественно, никто не представляет, когда говоришь забастовка. Ну, все понимают, что это не работать, а как это оформляется, это тоже темный лес. Конечно, нельзя так думать, что неграмотные какие-то рабочие ничего не знают, нет, какие-то отдельные положения законодательства знают и хорошо знают, но в целом вот, и особенно раздел про коллективный договор и вот социальное партнерство, то, что есть в данном кодексе, это да, особо не изучается, никто этим не интересуется, поэтому работа должна вестись, в том числе и просветительская, в том плане, что рассказывает, что это такое, как-то происходит, зачем это нужно, как-то работает. Вот в советское время были плакаты большие вешали с правилами техники безопасности, прикольные картинки такие, и люди каждый день ходили, видели их и запоминали просто на уровне того, что каждый день видишь плакат, картинку, допустим, растаяния, до ведущих частей, например, и запоминаешь. Так вот токарь один известный бывший говорил, что английский язык учил, он вешал картинки английское слово и перевод на токарный станок и точил детали, смотрел и запоминал просто. И вот так и с коллективным договором нужно делать, вот выжимку везде развешивать на всех рабочих местах, чтобы люди ходили и каждый день видели, смотрели, читали, и в конце концов у них это отложится. Вот очень хороший опыт и я тоже это хочу отметить, использование современных связей, потому что у нас тоже предприятие раскидано вообще по всей стране, можно сказать, в частности мое по Московской области и без современных связей никак личного общения не наладить, только интернет, только телефон, и сейчас они настолько развелись, развелись эти средства связи и у всех есть телефоны, высококрасной интернет, вот этим надо тоже активно пользоваться, всякими почтами, мессенджерами, телеграм сейчас популярно, его сейчас уже не запрещают, так что можно им пользоваться, вот, вовсю, это над этим тоже надо работать, там же можно и учебу проводить, в плане обучению законодательства, вот, к бумажкам у рабочих, ну, можно сказать, отвращение такое есть, потому что работодатель подсовывает кипы, инструкции каких-то, приказы постоянно выпускает, и бумажки, ну, не любят рабочие читать, тем более толстые бумажки, если это много бумажек, аккредитивный договор, это много бумажек, то рабочие не очень охотно читают, на один лист выжимку намного будет проще, намного проще, даже ее сложно, конечно, бывает прочитать, но намного проще, чем целиком коллективный договор, вот, про товарища активистов, это тоже правильно, потому что в одиночку никакой особой деятельности бурной невозможно вести, и нужен актив какой-то, то есть, как минимум ты человека, ты человек от организации уже, как минимум ты человека, и можно уже вести какую-то работу, и если кто-то что-то из работодателей говорит, что, а что это вы тут бузите, это же никому не надо, что вы тут самые умные, то можно всегда говорить, это не мы, это коллектив, коллектив решил, то есть, это не моя личная инициатива, коллектив решил, я подчиняюсь воле коллектива, а вы против коллектива? Как бы, то есть, так, уже можно ставить вопрос, и, кстати, вот буржуазия тоже этим пользуется, то есть, всегда сваливает на кого-то, даже в магазине там приходишь на рынок, а что у вас подорожал-то? А это не мы, это постучики нам подняли цены, вот, а где там эти поставщики, где до них доберись? И также тут надо этим пользоваться, то есть, это не моя личная инициатива, коллектив решил, я выполняю, как бы, кто против коллектива хочет пойти. Вот, еще хотел отметить про забастовки, ну, про все, что связано с незаконными, это, конечно, буржуазия спит и видит, чтобы что-то сделали рабочие незаконные, потому что их сразу можно за это привлечь, закрыть, и все будет по закону. Вы что-то закон нарушили, все, привет, добро пожаловать на нары. Вот, поэтому наоборот, надо пользоваться этим буржуазным законом, и вот итальянская забастовка, это что, работа по закону, все делаем по закону идеально, нигде, ну, на многих предприятиях, если все делать по закону и все делать правильно, по инструкциям, то очень сложно будет работать, и вот надо наоборот, этим пользоваться, работая по закону, а не незаконно работать. Ну, конечно, у каждого предприятия свои особенности, надо каждому предприятию подходить, ну, отдельно смотреть. Вот сейчас в связи с тем, что прогресс используется работодателями для уменьшения числа работников по росту производительности труда, то возникает такая ситуация, что очень много сверхурочных работ работники выполняют, и просто отказавшись от сверхурочных работ, а это все по закону, то можно создать серьезные проблемы работодателю, и этим тоже нужно пользоваться. Это тоже один из рычагов давления. У меня все. Спасибо. Ген Паверич, если ремонтикс, у нас есть еще пару моментов по продвижению колл-догварта, хорошие мысли приходят и после. опыт своим поделюсь, какой есть сейчас уже. То есть коллективный договор еще до конца не написал, но какие-то главы у меня имеются. Я уже с этими главами непосредственно иду в рабочем своем коллективе и начинаем объяснять, что ребята смотрите, что у нас есть официально, что мы предлагаем. Сначала как-то они вроде посмотрели, почитали, потом начали потихонечку обсуждать. То есть отдельный момент. Я с ним сижу разговариваю, что допустим это прогрессивно, это важно, это нужно. Они начинают уже задумываться. Но начинается следующая стадия замечательная, которая уже пошла и я подхватил ее. То есть они начинают вспоминать, что было в Советском Союзе. Как там в принципе неплохие были отпуска большие. Я говорю, хорошо, замечательно отпуска, давайте сделаем еще больше. То есть начинают уже рабочие включаться в процесс и тем самым в том числе вы даете понять, что дело идет, что оно не стоит на месте и что работники уже сами начинают даже какие-то идеи подавать. Это очень важный момент, который тоже вы можете использовать. То есть вы не вот пишите полностью критинный договор уже с целым идите. Вы напишите там, допустим, у вас процесс идет. У меня, например, есть сложности. Почему? Потому что я сижу, например, сравниваю, у меня здесь трудовой кодекс, например, тут один критинный договор докеров. Товарищи Кали, это критинный договор. Я все лучше пытаюсь немножечко сам. Потому что можно, конечно, взять, например, прийти на договор докеров, его как шаблон поставить, свое вписать. А я хочу именно понять, как вот это все струировано сделано для того, чтобы, опять-таки, даже в будущем бороться, чтобы было понимание этой картины у себя. То есть этот опыт, я считаю, должен быть. Поэтому процесс не такой уж и быстрый, к сожалению. Но, тем не менее, к рабочим вы подходите и уже первый пункт написали. Идите, покажите им. они будут знать, что процесс идет, что-то делается. И они уже будут интересоваться. И вот с этим можно работать. Наверное, все пока. Товарищ, я еще, знаете, хотел обратить внимание на такой момент поддержать Сергея Гравушкина. По использованию листовок на большей предприятии какие-то профсоюзы есть. У этих профсоюзов есть свои стенды, которые расположены в разных пристройках, цехах и так далее. Так вот, целесообразные эти листовки размещать именно там, потому что на этих местах эти листовки можно защитить. Когда я свои листовки информационные распространял по этим стендам, начальник выходит, тут же раз их повыдергивает. И я смело обращаюсь в профсоюз, и вот так и так начальник вмешивается в работу профсоюза, облацышая стенды. Ему еще не было на большинстве не делом. То есть все, все мы листовки лежали там. Первый такой пример, когда провести. И второй, касаемо содержания листовок. Они, во-первых, должны быть яркими, как говорил Бобинов Григорьевич Ставич, чтобы в глаза бросались, потому что белые стенды кучи, а тут среди них ваш стенд профсоюзный, и он белыми листовками завалит, а тут расцветная бумажка. Это привлекает внимание. Но как ни крути, в основном у них стенды в проходных местах, и человек прошел, ну ладно, обратил внимание, остановился там, хотя бы сколько-то почитал. А другое дело, что, ну, надо маленького греба потратить. Чтобы увеличить внимание на этом материале, я использовал QR-коды. Наводишь камеру, и там, ну, конкретно в моем случае, я просто перед камерой рассказывал по какому-то вопросу. Здесь можно так же само скриншот, грубо говоря, проект, фрагмент такого договора с объяснением. Так вот, можно пробовать доносить информацию. И черт, раз отсканировал, пока стиль чай пьет на обеде, он уже посмотрел. Немного в плане практической реализации репетации такого договора. Здравствуйте. Жуков Павел Дмитриевич, водитель-экспедитор АО Лори. У нас крупная транспортная компания, междугородние перевозки и международные. Вот. Ситуация в последнее время складывается все хуже и хуже. перед зимой перевели нас на новую систему оплаты. Зарплата стало, реальное содержание заработной платы уменьшилось. Настроение как бы коллектив настроен действовать, активно бороться за свои интересы. Вот. На данный момент я занимаюсь проектом коллективного договора, чтобы было как бы вокруг чего объединяться коллективу. коллективу. Сложность в транспортной компании заключается в распространении и вообще в общении с коллективом, потому что весь коллектив по всей стране разбросан получается. Я думаю, что в таком случае целесообразнее всего использовать интернет для распространения. Создавать группу и непосредственно каждому работнику лично направлять выжимку и как бы оставлять контактные данные для связи для обратной. Как-то так неверно закончил. Спасибо. Контрец Андрей император линии. Поскольку мы разговариваем про коллективный договор, хотелось акцентировать внимание на один из пунктов как сокращение рабочего дня. То есть этот пункт он же не просто так придуман. Вроде как давайте сократим и будем ничего не делать эти два часа с восьми часов. На самом деле это требование научно обосновано. Даже было уже упомянуто о том, что люди в большинстве своем на сегодняшний день перерабатывают. Перерабатывают они, конечно, не просто так, а вроде как закрыть какие-то дыры финансовые в своем семейном бюджете и вынуждены это делать. Почему? Вот если бы буржуазии было бы выгодно сокращение рабочего дня, то они бы никогда не предлагали рабочим оставаться после работы, давайте еще поработайте, давайте выходные выйдите, там как бы оставайтесь. То есть получается если исходить от обратного, рабочий должен понимать, что раз работодателю выгодно удлинение рабочего дня, то однозначно рабочему будет выгодно сокращение рабочего дня. И что позволяет это сокращение? То есть идет вопрос о борьбе за коллективный договор, то есть для того, чтобы люди хотя бы его прочитали, осознали какие-то вопросы, прочитали тот же самый трудовой кодекс, им нужно на это все время, а люди время тратят на то, чтобы как-то пытаться удержаться на плаву, то есть свое финансовое состояние содержать, удержать, то есть это ипотеки, различные кредиты. хотелось бы акцентировать внимание, что не просто мы хотим повышение зарплаты, потому что просто если повышать зарплату, иной раз можно просто не угнаться даже за инфляцией. У буржуев с деньгами это же просто тоже товар туда-сюда. Могут они галлопирующую сделать инфляцию, то есть ты за этим даже не успеешь. А именно понимать то, что время это абсолютная величина. Насколько я вообще понимаю, за свободное время прямо со времен возникновения эксплуатации идет борьба. То есть у тех же рабов вообще не было этого свободного времени, а нам предки находимся в более лучших условиях. Поэтому это нужно ценить и этим пользоваться. еще один такой момент, хотелось бы более так коллективно его решить. Вчера я задал этот вопрос, как бы мне предложили решение, но все равно у меня остались еще. То есть получается в чем вопрос. Требование звучит так, что сокращение до 6 часов, 8 часов рабочего дня до 6 часов. но получается у меня допустим на предприятии 12-часовые смены, кто-то работает по 24 часа, то есть каким сутки через кто-то вообще даже работает сутки через сутки люди просто для того, чтобы сутки уже бабоктеры но смысл в том, что все равно это как бы существует эта проблема она есть и при этом как бы получается тоже возник этот вопрос человек работает сутки через сутки я говорю сколько ты получаешь в итоге получается зарплата 40 тысяч то есть да это как бы ну и какие проблемы ты можешь решить и даже уже ты домой приходит и предыдущим немножко вопросов хотелось бы вернуться то есть каким образом сократить вот это 12-часовые смены и суточные смены мне предложили такое решение то есть получается раз у 12 часов как бы хорошо делится на 6 получается то есть мы и 24 соответственно тоже делится на 6 то есть мы заменяем одну смену двумя сменами либо при суточном получается четырьмя сменой на этом я закончу меня зовут Старцева Ксения Сергей Горбушкин вчера заметил в личной беседе что вот и его знакомые работают по одному графику когда для работодателя составлен другой то есть рабочие сами как им самим удобно составили график работы и выходят по этому графику несмотря на то что официально значит и другой то есть в принципе если рабочие могут такой неофициальный график себе составить с учетом своих собственных пожеланий точно так же никто лучше них не составит и реальный график которые можно закрепить в коллективном договоре и в каких-то приложениях к коллективному договору. Ну, то есть в договоре есть пункт, там, работать по сменам, ну, то есть смена рабочая, там, уже не 12 часов, а, кстати, как может быть смена в трудовом договоре, прописанной 12 часов. Ну, ладно. Ну, да, не 12, а уже меньше. И потом планомерно сокращать. С 8 до 8, ну, да, да, это ужасно. Ну, да, ну вот, вы можете сами разработать тот график, который вам нужен, и предъявить его как требование. Наверное, так. Ну, спасибо. Хотел бы высказаться по переработкам, голова Шантон. Ситуация тут насчет переработок, ну, как я вижу, она, ну, двоякая такая. Первое – это прямая выгода работодателя заставить работника переработать, ну, чтобы больше времени меньше заплатить. Ну, как бы, не нанимать дополнительных работников, а именно, чтобы человек дополнительно свою смену самостоятельно, ну, решил продлить. Вот. А вторая ситуация, ну, как бы, она не прямая, ну, зависимость идет выгода работодателя. Допустим, вот, Балтийский завод. Есть, ну, соответственно, нормы какие-то, да, в законодательстве оплаты переработок. Это вдвойне, допустим, да, часы оплачиваются. У нас принято, как бы, в коллективе именно хороший тон переработать у работников. Соответственно, из бюджета государства выделяется же на строительство, там, больших атомных ледоколов, средства. И там заложено именно в бюджете, что возможно, что кто-то там будет перерабатывать. Ну, и, соответственно, на это выделяется вдвойне деньги. А работодатель, который, ну, наш работодатель, он заинтересован каким образом? Платят не вдвойне работнику, а также по обычному тарифу. А все остальные деньги где-то оседают. Вот, это уже заинтересованность субподрядчиков и подрядчиков. Ну, это какая-то, ну, схема такая, это коррупционная, грубо говоря. А есть еще хуже ситуация. Вот, допустим, у работников смена 3000 рублей. Если он не идет перерабатывать, его штрафуют на 1000 рублей. То есть, он за 8-часовой рабочий день заработает не 3, как все, а 2000 всего. А с переработкой он зарабатывает дополнительно 700 рублей. Идет на него выбор, или 3700 заработать, или 2000. А возможности оштрафовать у работодателя есть за счет того, что у него официальная зарплата. 20 тысяч рублей в месяц оклад. Все остальное идет в черном. Вот, поэтому имеет рычаги давления на работников за счет вот этой, ну, небольшой официальной зарплаты и черной зарплаты. И вот в интересах работника именно окладную часть повышать, там, допустим, до 80%, как у нас говорится, да? И сокращать рабочий день до 6 часов. Это все в заинтересованности, ну, работник сам заинтересован. И вот, ну, чтобы избавиться именно от этих рычагов давления на работу. Все. Спасибо. Хочу сказать, что, товарищ Сокрасов, мы выступали по второму вопросу по веске дня. Нет, мы о прогрессивных нормах коллективного договора. Это прогрессивные, это, можно сказать, про зарплаты, говорю человек. Так ярко, что хочешь тему развить, а это второй вопрос. Уважаемые товарищи, я хотел бы добавить к последнему выступлению тот момент. То есть, может быть, какая норма, включенная в коллективный договор. То есть, стоимость переработки повышать до такой степени, чтобы она не была выгодна работодателю. То есть, эту норму закреплять также у себя в коллективном договоре. И тогда, глядишь, и не придется перерабатывать. Ну, а с тем, что, действительно, как товарищ сейчас сказал, что на многих предприятиях люди с охоткой перерабатывают. Но это говорит о том, что на сегодняшний день заработная плата как раз не достигла стоимости рабочей серии. По вопросу? А то нас уже критикуют консультанты. Лютов Евгений Борисович, город Ленинград, предприятие СПБ ГУП «Пассажиротатранс». Я работаю в автобусном парке, и у нас есть слезаря, которые у меня 4,4 графика, а есть один слезаря, который решил, сейчас я всех переработаю. И решил работать 6 через 2. Могу поделиться опытом, слезарь уже этот был, потому что он недавно погиб трагически. Он упал просто в яму. Представляете, человек переработал настолько, что упал в яму, у нас ямы двухметровые. Человек упал, сломался голову. Это, в соответствии с чего хочу сказать, что прямую опасность жизни несет переработки. Ни в коем случае нельзя поддаваться на уговоры начальства. Это хорошо, если у кого-то получилось выжить. А вот у моего товарища не получилось. Я съездил, похоронил. Человек, мой ровесник, 36 лет ему было. Мне кажется, это просто вопиюще. И как аргумент хотел сказать, что ни в коем случае нельзя. Спасибо. Я тоже хочу напомнить случай, когда у меня вопрос произошел. В этих поворотчиков работают и на раз сутками, прямо в прямом смысле сутками за рулем. В этот раз, я знаю, смену отработал, разгрузил последний ковш. И сердце прямо за рулем остановилось, таковой и с работы и увезли. Было это года два, года три назад. То же самое от переработок. А вообще, бывает, они за 30 дней отрабатывают 31 смену в 12 часовую. Красота. Владимир Михайлович. Кудрец Владимир Михайлович, уполномоченный Российского комитета рабочих по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Значит, дорогие товарищи, вот заседания Российского комитета рабочих с самого начала отличались от всех остальных чем? Тем, что если вопрос стоял в повестке дня, то обсуждался этот вопрос. Вопросы заработной платы, сохранения заработной платы, развития заработной платы. Это отдельный вопрос, который неоднократно, начиная с 1994 года, здесь поднимался и обсуждался. Давайте не будем в кучу валить. У нас сейчас вопрос о продвижении коллективного договора. Значит, я, видимо, мне придется повториться, я повторюсь. По продвижению. Значит, создание коллективного договора, его продвижения, а тем более заключения, возможно только при непрерывном развитии коллектива. именно коллектива, как, так сказать, общности, с общими интересами. Это очень важный момент. И здесь опять появились жалобы, что вот люди неохотно, там то, все, значит, надо работать. Прежде всего, задача заинтересовать людей в деятельности по развитию коллектива, коллективного договора. Вернее, как, развитие коллективного договора через развитие коллектива. Вот это очень важно. Сейчас неоднократно уже и сегодня прозвучало и звучало раньше одно и то же выжимка. Выжимка – это американская система образования, когда войну и мир Толстого делают на трех страницах. Значит, не надо так работать. Потому что эта система направлена на оглупление и безграмотность людей. Наша задача поднять людей как можно выше. И создание коллективного договора, формирование коллективного договора – это один из важнейших инструментов развития рабочих, развития людей. повышение образованности и грамотности. Во-первых, а во-вторых, интереса к образованию. И на одном из прошлых заседаний я говорил, что каждое положение коллективного договора на стадии написания, формирования должно проходить через коллектив. Вот каждая. А выжимку это вы можете потом сформировать для того, чтобы администрации на стол положить. Что вот договор, а вот выжимка. Пусть они по-американски учатся. Нам надо научить людей мыслить и читать документы полностью. Вот это очень важно. Так, при формировании коллективного договора. Здесь вот жалоба речь. Опять еще. Давно уже жалоб не было, а тут жалобы появились. сложности собирать подписи. Надо людей заставить там и так далее. Есть один способ давнишний сформированный еще до Октябрьской революции. Вопросы ставятся на собрании. Вы сами понимаете, когда на собрании твой сосед голосует за поднять руку проще, чем подпись делать. Надо сделать первый шаг. Первый шаг какой? Самый простой. Поднял руку. Да, я согласен. Значит, совсем поднял руку, что согласен. А ты не поднял. Как не уютно, наверное. Понимаете, то есть вот эта сила коллективного восприятия и воздействия, она очень важна и очень действенна, на мой взгляд. Во всяком случае, по моему личному опыту, каждый вопрос по коллективному договору, по цехам, не надо общего собрания коллектива. В цехе, в бригаде. Ну, меньше бригады, конечно, смысла нет. Бригада, участок, цех. На собрании, собрание обычно недолгое. Так, решение приняли, протокол написали, отдали. И этих протоколов, может быть, ну, вот до такой пачки у нас доходило. Вот протоколы по каждому вопросу. Значит, уже подписи собирайте. Я не знаю, надо ли, мы не собирали. Уже есть решение цеха. Вот они сложили 14 цехов, 14 решений. Ну, 14 не было, никогда 12 было. Администрацию положили на стол, говорить не о чем. хотите персонифицировать, и детей прошлить. И поэтому выдвижение коллективного договора у нас сложности никогда не вызывали именно вот в таком плане. Вот. Так, опять собрание. то есть наша задача это развитие коллектива, наша задача это развитие рабочего класса. Раз мы этим занимаемся, значит, надо использовать все методы, которые, есть в мире. Я говорю, американская система выжимки не годится, надо, чтобы люди читали все. Вот у меня был самый первый колдоговор, который, так сказать, я предложил по заработной плате. Был такой пункт, была формула, значит, на количество процентных пунктов, превышающих и так далее. Так вот, у меня по этому разделу вопросы возникли во всех цехах один и тот же вопрос, что такое процентный пункт. То есть, люди просчитали, им потом прошли объяснение, что такое процентный пункт, люди стали грамотнее, понимаете, и так во всем. А если бы была выжимка, этого бы там не было, и люди этого бы не узнали. Знаете, то есть, людям надо все-таки идти с уважением и с задачей поднять их уровень своими действиями, своими знаниями отношения к ним. Вот, что я хотел сказать. Все, уважаемые товарищи, Золотов Александр Владимирович, консультант Российского комитета рабочих, доктор экономических наук, профессор. Значит, уважаемые товарищи, вот, я хочу начать с того, что стало предметом обсуждения. Нужна ли выжимка, да, так сказать, надо ли делать, делать. И Владимир Михайлович совершенно правильно сказал, что, конечно, когда мы развиваемся в профсоюзной организации, мы решаем и образовательную задачу. Но ведь надо понимать, что здесь главное, а что не то, что побочный эффект, но такой сопутствующий эффект. Вот у Владимира Ильинина есть незавершенные работы. Политика и педагогика. И он всегда говорил, что да, надо образовывать, надо воспитывать, но вообще говоря, надо образовывать, воспитывать, решая политические задачи. То есть нельзя превращать образование и вот такое развитие в институтуальных тоже время в самоцель. Потому что, конечно, можно бесконечно я вот хотел отметить, бесконечно можно работать над коллективным договором. Это же такой огромный документ. И всегда можно написать лучше. Каждое положение. А положение там за сотню. И каждое приложение может сделать лучше. А приложение там в хорошем коллективном договоре прогрессивном несколько десятков. И вот можно это делать. И на это уйдет вся трудовая жизнь. Согласитесь. И у вас будет лежать бумага, которая если вы сравните с тем, что вы начали делать через 15-20 не изменится. К лучшему, а худшему точно изменится. Потому что в общественной жизни если не идти вперед, значит быть отброшенным назад. Поэтому я хочу сказать, Владимир Михайлович, вот вы с американской системой, а я в науке человек, и сам писал книги, привык тоже. Берешь книгу или статью, и что там сначала идет? Аннотация. Причем иногда самое интересное в аннотации. Иногда даже статью ты не считаешь. А иногда не считаешь потому что аннотации можно получить доступ к аннотации, а к статье нельзя получить доступ или заплатить 30 долларов. Поэтому очень часто мы знакомимся с самым интересным по аннотации. Поэтому если искать другое обозначение, вот вы имеете в виду комикс, комикс, они действительно сжимают огромный труд, страницу и все там портят. Речь идет о художественном произведении вообще-то чаще всего. А здесь идет речь не о художественном произведении. Здесь идет речь о совокупности норм. И здесь можно сжать в виде аннотации, выделив самое интересное. И вообще это нормально. Когда интересно по аннотации, ну как-то будешь считать. Не интересно не будешь считать. Кроме того, вот здесь точно тоже говорили, что долгое дело, сложное дело прочитать осмыслить, освоить. А действовать надо уже. Поэтому кто-то прочитает. разумеется, первый раз прочитает меньшинство. Владимир Михайлович, согласитесь, меньшинство прочитает. А вот которые меньшинство прочитает, они уже будут настолько готовые, подготовленные люди, что большинство за ними пойдет и не вслепую пойдет. А потому что они знают по этой аннотации, по этой выжимке, что самое главное, самое интересное, вот в чем состоит. И они пойдут. А когда пойдут, и вот пройдете вы первый круг. Владимир Михайлович, мне кажется, что вы вспоминаете тот опыт, который был уже на шестом круге. У вас же бесконечная забастовка, улучшение и так далее. А начинали с самых простых требований. Да, еще не было этого, даже и проекта коллективного договора. Когда вы побастовали, дело дошло до того, что дальше вы стали бастовать за проект коллективного договора, коллектив был уже в развитом виде. Вы правы. В борьбе люди развиваются, у них появляется интерес, внимание к деталям. Но это результат. А здесь вообще-то мы о чем говорим-то? Мы говорим о первом шаге. И вот еще никто не сделал этого шага. Владимир Михайлович, вот я хочу сказать, что вы единственный человек здесь, который имеет опыт организации забастовок. До сих пор прошло 25 лет, четверть века. Да хоть еще 35 лет пройдет, но если никто не организовал забастовку, вы еще все будете лидером, как и знаете в мире спорта. Мировому рекорду 30 лет. Ну, никто не прыгнул выше. Ну, товарищи, прыгайте, ну, в чем вы виноваты, Владимир Михайлович? Вот вы. Вы, наверное, с радостью бы сказали, что поздравили были, как коммунары, передали знамя тогда. Помните? Красное знамя коммуны передали нам после победы нашей революции. Ну, такая штука сложная. Пришло новое поколение, делаем первые шаги, поэтому без выжимки никак нельзя. Без выжимки нельзя, это вот то, что помогает сделать первый шаг. А он самый сложный шаг. Поэтому, я думаю, что выжимка нужна. Я вот понимаю, Павлович, он увлекается этой работой. Действительно, все, кто занимается творчеством таким, они люди увлеченные. Но, Павлович, если вы так и не вынесете этот документ, жизнь будет только ухудшаться. Поэтому, я больше того, чтобы разграничить процесс творчества, он бесконечный. И вот, когда, скажем, диссертацию изучают, они что, как в оценке идут, что это завершенная работа. Означает ли это, что больше по этому поводу нечего сказать? Или нельзя было написать лучше? Да не означает. Это означает, что для решения вот этой конкретной задачи, для демонстрации квалификации, этого достаточно. И вы тоже можете сделать проект сто раз лучше. Но для того, чтобы улучшить жизнь по сравнению с тем, что было, вот достаточно уже этого. Поэтому, я вот, сказать, как вношу какое предложение, наш проект постановление записать, что надо подготовить этот проект, кто готовит его еще, а у кого готов, о чем разговор, в двухмесячный срок. Но сколько можно готовить-то? Иначе мы так и будем все время обсуждать, какие у нас хорошие положения в наших проектах. И этот проект не будет документом, который продвигает. Вот наоборот, надо ограничить это. А дальше продолжать работу. Это бесконечное. 20 лет Федотов Константин Васильевич занимается тем, что вот вносит исправление, уточнение. Это процесс как-то бесконечный. Но не такой бесконечный, дурная бесконечность. А все время наличит заключенные и коллективные договоры. Вот вам настоящая, это истинная бесконечность. Вношу такое предложение. Кто реализационная комиссия? Есть вот научные консультанты? Вот, пожалуйста, это и докладчики. Прошу это записать, такое предложение, проект постановления. И второе. Значит, уважаемые товарищи, мы с вами все-таки действуем всегда в привязке. В привязке к текущей ситуации. Ну и вот в нашей ситуации, так сказать, некоторые вопросы приобрели очень большую остроту. То, что законных, незаконных действий. Большую остроту. Да? За незаконные действия можно, так сказать, и пострадать. Ну, я понимаю, хорошее еще за святое дело можно и пострадать, и незаконные, в случае осуществления незаконных действий. Но сейчас вообще на незаконные действия ведут те, кому вот, сказать, кто выступает против интересов России. Вот в массе своей. И с этим ассоциируются незаконные. Так нам зачем говорить, что незаконная забастовка? Вообще, есть такой, я понимаю, что это написано, незаконная забастовка, но мы всегда действуем по закону. Вот о чем Сергей Александрович говорил. Да? Если мы вдруг начинаем действовать, останавливать работу, потому что там зарплату не платят, и все одновременно встали, то это в строгом соответствии с законом. Мы требуем исполнения закона. Если мы вдруг начинаем, значит, требовать проверку, сказать, исправности оборудования, и все встали из-за этого, кто-то назовет, это незаконная забастовка, потому что это вообще не забастовка. А мы требуем исполнения, сказать, законов об охране труда. Мы все время требуем исполнения законов, осуществляя такие действия, коллективные действия, которые по своим результатам эквивалентны забастовке. Вот скажем, авиадиспетчеры, нет у них права забастоваться, они никогда не бастовали. Никогда. Поэтому, заметьте, какая форма была у них всегда. Коллективные действия эквивалентны забастовки. Но это не забастовка, и никто не говорил никогда, мы бастуем. Хотя, Сергей Анатольевич говорил, не бывает законных, незаконных, бывают непроигранные, но в их лексиконе вещь никогда не шла о забастовке. А зачем нам нужно нарушать законность? Мы же вот имеем трудовой кодекс, хорошие вещи все. Зачем нам нарушать законность? Зачем нам это говорить сейчас вот особенно, когда вот незаконность ассоциируется с определенной группой людей, которые себя противопоставили России? Нам зачем давать повод, так сказать, как-то с ними отожисляться? Нам не дано предугадать, как наше слово озовется. Очень даже дано. Если вот сейчас мы будем говорить о незаконных забастовках, ну там, вы знаете тоже, время-то такое суровое говорить. Видимо, что-то такое замыслили, чтобы нанести ущерб в обороне и так далее. Нет у нас таких мыслей. У нас наоборот мысли о том, как укрепить производство, а как вы укрепите производство, в том числе оборонное, если не улучшить положение работников. Вот у нас только об этом голова болит. Мы используем все возможности закона для того, чтобы все сделать возможное для развития сегодня производства нашего, в том числе оборонного. Согласитесь, Владимир Алексеевич. Нормальная постановка вопросов. Ну, давайте так и ставить вопрос. Я открыть свое мнение. Я понял. А я подтверждаю. Хорошо. Ну, и теперь, вот, продолжение этого тоже говорить. А зачем листовка? Вот вообще, откуда появился термин листовка? Вот, насколько я понимаю, я вот узнал его в тетях фильмов. О каком времени? До революционного времени. Когда никакой законности не было за профсоюзную деятельность сажали, на каторгу отправляли. И вот революционеры организовывали забастовки. Это дело было сопряженное прямо вот борьбой против царизма. Вот, непосредственно. Потому, что не было прав профсоюзных никаких. Трудовых прав-то не было. И вот, материалы, которые говорили, а что там такое революционное содержалось? Значит, восстановить увольных товарищей, повысить зарплату. Да? Листовка такая. Но, тем не менее, это было с точки зрения царизма, но это страшный был документ, за который можно было посадить на каторгу и так далее. Осудить. И чего? Мы имеем буржуазную демократию, трудовый кодекс, статьи. Ему будем говорить, что мы листовки раздаем. Вот сейчас, я думаю, некоторые издают листовки. Кто раздаёт листовки сейчас? Поняли меня, да? Мы ни в коем случае не листовки сейчас раздаем. Мы ведем профсоюзную деятельность. Мы хотим проинформировать наших товарищей. Мы информационные сообщения о профсоюзной деятельности прямо там пишите. Вот так, заголовки. Значит, коллективный договор или внимание членов профсоюза. То есть, мы ведем исключительно законную деятельность, а уж формы этой деятельности, формы информируем наших товарищей, да какие угодно. Вот сейчас мы информируем законные и так далее. Значит, газеты у нас выходят, мы раздаем. Мы же все доказали, насколько это законно. Кто препятствует этому делу, тот поступает незаконно. Мы информируем, вывешиваемся соответствующие информационные материалы, которые завершили на один лист. Но это не листовка. Ну, какая листовка? Это же прошло. Листовки в армии фашистского режима делали, развешивали, да? Значит, за это тоже убивали. Кто сейчас убивает за то, что вы сообщите о том, что надо провести собрание, или что мы требуем сокращения рабочего дня, или повышения зарплаты? Вы что сейчас ставите в положении гонимых? Это я сейчас специально немножко заостряю, чтобы... Ну, давайте нормальный рексикон-то чувствовать, что мы живем в такое время, что это не сажают, не убивают. Ну, цените это время. А было время, когда вы за листовки сажали и расстреливали. Тоже такое было время. Но сейчас же не так. Ну, давайте, говорите. Что вы делаете? Что вы вешиваете? Да не мешайте. Вы видите, это простоевая деятельность такая. Что вы не мешаете? Вот так ведь надо повернуть это дело. А вы наоборот. Листовка. Вроде как вас хватает. Если вы с листовкой уходите. У меня вот уже и у всех людей всегда такая ситуация. Это что-то такое, видимо, делается незаконно. И надо еще сильно разбираться. Это что незаконно? С чем она связана? Да вы делаете самое законное дело. Вы информируете членов профсоюза, членов коллектива. У вас все права для этого дела. Поэтому не мешай мне это делать. То есть, давайте вот на это обратим внимание. Эти вот такие тонкости, которые выражают, что мы еще не до конца поняли, что вообще-то мы имеем, так сказать, демократию ужасную. И что мы свои права-то не используем. И боимся их использовать. Потому что мы нормальный информационный материал называем листовкой. То есть, тем, что вообще вроде как выпадает за рамки законности. Что это вдруг и выпадает-то? Да это самое законное дело. Ну и тогда мы по-другому себя чувствуем. Вот Дмитрий Иванович может вам рассказать, как он беседует с полицейскими всякими, с гвардейцами, когда приезжает. Он говорит, ребята, вас же посадят. Не его посадят, а их посадят. Потому что вы нарушаете то-то и то-то. Я не слышал. Так он не просто, он же не блефует. Он знает свои права. Он использует эти права. И он поэтому у него такая твердая позиция. Если они по ошибке куда-то доставят полицейский участок, дальше будут извинения приносить. А что они еще могут сделать? И что обязаны сделать? Ну, по-моему, вас ни разу никуда не... Нет. Потому что он очень умело объяснял, насколько они неправы и насколько он действует по праву. Вот поэтому давайте тоже в нашей деятельности по продвижению коллективного договора понимаем, что мы сделаем сугубо в таком законном русле. А все, кто нам мешают, все, кто нам мешают, они нарушители этого закона. Ну, и тогда вот немногие захотят быть нарушителями закона. А мы с вами ременители закона. И давайте так смотреть на все происходящее. Спасибо. Спасибо. Уважаемые товарищи, мне кажется, исчерпывающее выступление Александра Владимировича по данному вопросу тогда предлагается по данному вопросу премия закрыть. Согласно нашей работе, значит, зачитать проект постановления по первому вопросу, принять его за основу. Уважаемый товарищ, предлагается, значит, проект постановления по вопросу о борьбе за продвижение прогрессивного проекта коллективного договора. Российский комитет рабочих отмечает, что необходимым средством борьбы за продвижение прогрессивного проекта коллективного договора является подготовка и проведения коллективных действий работников. Важным шагом после составления проекта коллективного договора является составление выжимки из него не более чем на одном листе для того, чтобы иметь возможность выдать по экземпляру каждому работнику. На основе этой выжимки необходимо провести широкое обсуждение положений проекта колл-договора в коллективе, в результате которого разъяснить, что проект защищает интересы всех работников предприятия. Поддержка проекта колл-договора большинством коллектива должна быть зафиксирована подписями работников в специальном подписном листе. Одновременно с обсуждением проекта коллективного договора работникам предприятия необходимо начинать подготовку к коллективным действиям. Российский комитет рабочих разъясняет и подчеркивает, что единственным способом принятия договора, выражающего интересы работников, является забастовка или угроза забастовки. Следовательно, работникам нужно проявить сплоченность и организованность в деле подготовки и проведения коллективных действий. Опираться при этом следует на положение Трудового кодекса Российской Федерации, закрепленное в статьях с 36 по 39. Важным является использование статьи 39 об освобождении от основной работы лиц, участвующих в переговорах с сохранением среднего заработка на срок до 3 месяцев. В случае необходимости подготовки коллективного спора дольше 3 месяцев следует сменить круг освобожденных лиц и вновь и вновь воспользоваться указанной статьей. Российский комитет рабочих рекомендует действовать планомерно при подготовке введения коллективно-трудового спора и не допускать спонтанных непродуманных действий, способных нанести вред коллективу. После получения большинства коллектива и оформления этого большинства специальным документом следует провести конференцию или собрать подписи за решение по вопросам об избрании забастовочного комитета. Продолжительность забастовки рекомендуется бессрочная до выполнения выставленных требований. И характер забастовки рекомендуется частичная остановка на 1 час в день. Забастовочный комитет имеет право изменить форму забастовки, уведомив администрацию за 3 дня. Уважаемые товарищи, данный проект постановления предлагается принять за основу, чтобы потом вносить в него какие-то коррективы. Прошу голосовать, кто за, против воздержавшихся единогласно. Повторю, что редакционная комиссия состоит из докладчиков и наших консультантов. Голосовать бы надо. Что, за основу? Нет. Садись, серьезно, что ли. Утвердить? А как же. Уважаемые товарищи, предлагается утвердить редакционную комиссию в составе научных консультантов товарища Ярков, товарищ Золотов. Докладчик по первому вопросу, товарищ Головаш, Антон Геннадьевич. Значит, по второму вопросу Горбушкин Сергей Александрович, по третьему вопросу Павел Ковин. Уважаемые товарищи, кто за то, чтобы подтвердить состав редакционной комиссии, прошу голосовать. Кто против, кто воздержался, единогласно. Кто-то будет заниматься изучением проекта по первому вопросу свои правки направлять в редакционную комиссию в лице товарища Яркова, товарища Золотова и всех докладчиков по вопросам. По первому вопросу докладчик товарищ Головаш, по второму товарищ Горбушкин, по третьему товарищ Ковин. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КОНЕЦ